ПЕСНЯ Торжественное открытие гимн Казахстана и объявление условий первого областного межконфессионального футбольного турнира. Игроки нетерпеливо переминаются на месте еще несколько минут и раздастся свисток судьи. Для многих команд общий сбор в новинку. Это очень необычно и довольно-таки интересно для каждого из нас, потому что это как бы возможность нам общаться и знать друг друга как бы вот так сказать в лицо. На победу рассчитываете? Ну конечно. Ну что ж, вам удачи. Плох, солдат тот, который не хочет быть генералом. Атмосфера более чем доброжелательная. Каждый по-своему благословляет команду. Все мы разные. Вот можно наблюдать. Кто-то высокий, кто-то низкий, кто-то толстый, кто-то худой. Все мы разные по вероисповеданию, по внешнему виду и прочее, но все мы себя чувствуем одной большой общей семьей. Семьей Казахстана. И вот сегодняшний день мы вместе играем, собираемся для того, чтобы не просто на словах, а на деле показать, что у нас мир и согласие. Просто интересно помериться силами, поиграть друг с другом и понять, кто на что способен. Падре Ариэль, священник католического прихода, с самого начала турнира активный игрок. Команда Святой Николая, по словам священника и по совместительству вратаря, победить любой ценой не намерена. Все остальные команды хотим веселиться, поделиться вот этой радостью, такого праздника. И тоже показать ценности спорта, потому что религия, конечно, связана с ценностями. И вот и спорт дает ценности, тем более воспитание молодежи, воспитание добродетелей, воспитание воли и так далее. Поэтому мы очень рады быть здесь и пусть выиграют, которые, не говорю, самые лучшие, но любая. Главное, что мы здесь ради дружбы. Дружбу. Отлично, отлично, Павлик. Несколько раз матчи останавливаются из-за дружного смеха на поле по поводу очередной удачной шутки. Но ближе к финалу игры становятся все серьезней. В полуфинале в борьбе за третье место сошлись команды православной церкви и объединенная протестантская сборная. С перевесом в один гол команда протестантов «Титан» занимает почетное третье место. А команда областной мечети и футболисты-госслужащие бьются за право быть лучшим. И вот решающий гол, который вывел команду служителей областной мечети на высшую ступень почета. Хочу поздравить всех участников с этим знаменательным днем. Действительно, очень хорошее мероприятие провели. Спасибо организаторам. Главное, как говорится, участие в дружбе, в понимании, взаимопонимании провели. Конечно, каждый хочет победить. Мы тоже в том числе старались немножко. Но всем ребятам, всем командам спасибо. Поздравляю. Но победила в итоге дружба. Во время награждения были отмечены и отдельные игроки всех команд. Самый молодой футболист, лучший вратарь и бомбардир. А зрительские симпатии целиком и полностью были на стороне католического падре, который единодушно был признан самым эмоциональным вратарем. Продолжение следует... Продолжение следует...